здравствуй youtube это видео которым мы будем разрушать мифы скажем так то есть с одной стороны я знаю что micro tech ultra tech еще и с клинком bayonet это наверное не лучший выбор для того чтобы резать продукты разделывать мясо это далеко не тот нож которым который возьмешь для того чтобы это делать и не только потому что это неудобно но еще и потому что если вот туда вот что-то забьется то объективно говоря ничего хорошего не будет но все равно исследовательский так сказать потенциал в этом эксперименте есть поэтому я предлагаю попробовать значит работа представить ножу в принципе все-таки относительно простая это заготовить свининку для того чтобы можно было его потом в несколько партийчик пожарить каждый раз когда нож уходит в материал вот реально каждый раз ощущение отвратительное от того какой вот люфт если честно потому что люфт он присутствует конечно с другой стороны если поставить задачу резать тоненько тоненько давайте попробуем можно приноровиться даже полупрозрачный лучок делать конечно надо очень приноровиться но в целом это возможно в общем надо сказать что он он даже не колит он просто как бы одним из спусков просто скатывается с материала параллельно снимая с него как бы тоненькую стружечку на самом деле это не худший вариант то есть очень тонкое сведение позволяет очень очень неплохо при такой геометрии абсолютно никакой вроде для продуктов справляться ну теперь посмотрим что с мясом я думаю что с мясом вообще не должно быть проблем завода нож идет как скальпельной остроты абсолютно если быть очень честным то не каждый кухонник бывает во первых таком состоянии остроты во вторых под рукой ну конечно длины клинка не хватает особенно это чувствуется вот когда есть какой-то уже ну когда есть какая-то уже толщина материала но вообще там где прожилок нет и можно просто один раз провести чтобы порезать вообще никаких проблем нет абсолютно но вот на прожилках немножко немножко мы имеем проблемы но я бы сказал что вот совсем чуть-чуть это совершенно не не страшно ну теперь если посмотреть на клинок ни разу дальше чем серединка чойла материал не прошел вот немножко поблескивает здесь не знаю видно ли нет рукоять но в целом механика механизма здесь точно ничего не дошло совершенно точно если сна убирать час клинок я не буду я его сначала помою потом ну и так сказать в двух словах что происходит значит вообще если есть это свиная вырезка если есть свиная вырезка то не надо ничего с ней придумывать ни в коем случае и запекать там еще что то самое лучшее что можно делать со свиной вырезка это ее поджарить причем на тоненькой сковородке на сильном огне если умеете то вообще без масла если не очень то с минимальным количеством масла будет это очень вкусно куски можно совершенно спокойно резать достаточно толсто потому что свиная вырезка она прожаривается абсолютно как бы очень быстро буквально за 35 минут смотря характеристики плиты и так далее вот почему исходя из того что нужно с ней сделать его до посолить причем я вот когда надолго оставляю мясо в плодильнике я даже солю только его с одной стороны поэтому солю так обильно но и все посолить и собственно говоря разложить в контейнер почему я кладу лук ну во первых все-таки лук придает мясу приятнейший аромат это понятное дело а во вторых лук работает просто в нашем случае как ну во первых консервант его пары как бы обладают бактерицидным эффектом а во вторых когда из мяса которая посолена начнет выходить кровушка если она там есть или просто сок водичка то если он будет собираться и соприкасаться с мясом то это риск того что там пойдут бактерии как бы и она все быстро испортится а вот если там внизу на дне лежит лук то это все прольется опять-таки на лук и вот он как бы приподнимает мясо таким образом и благодаря этому мясо не лежит в собственном как бы соку и поэтому она не портится а так как это лук то бактерии там не развиваются и благодаря этому мясо в холодильнике вот так вот заготовлено если его тщательно помыть до этого как следует насчет посолить и так далее равномерным чтобы не было пропущенных кусочков она может в холодильнике хранится ну не не неделю конечно неделю неправильно но трое суток она спокойно лежит в холодильнике поэтому вот эту вот тарелочку можно в принципе в течение трех четырех суток спокойно похолостяцки употреблять ну а если у вас семья тут сказать за пару дней можно и уметь в общем вот такое вот видео ну я в принципе с одной стороны ожидал что он справится с другой стороны я не думал что и короче ожидал гораздо хуже поэтому ультра тег это не такой уж и не практичный нож как выясняется все на этом видео закончилось спасибо за внимание надеюсь в этом был какой-то смысл до свидания